Вскрытие патолого-анатомическая или судебно-медицинская процедура Посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов, обычно производится для того, чтобы установить причину смерти. Вскрытие – разговорный термин. В официальной речи и документации обычно используется термин «патолого-анатомическое исследование» или «судебно-медицинская экспертиза». История – правильнее и точнее называть эту процедуру не крупсией, а не аутопсией. Термин «аутопсия» более распространен в Европе. Он появился на заре истории медицины, когда возникла необходимость отличать вскрытие человеческого тела от вскрытия тела животных, что практиковалось гораздо чаще. Какие-то посмертные исследования начались по всей вероятности, как только люди заинтересовались природой болезней и анатомией человека. В Европе одно из первых письменных свидетельств о вскрытии относится к XIII веку. Некий Гильельм из Солициту производил вскрытие племянника маркиза Половичини. Из многих старинных описаний видно, что посмертные исследования проводились с судебно-медицинской целью. В 1410 году было произведено вскрытие тела папы римского Александра V из-за возникших подозрений по поводу его внезапной и необъяснимой смерти. В XVI и XVII вв вскрытия производились все чаще и к 1700 уже был опубликован ряд подробных описаний и аутопсий. В XVI веке великий анатом Андреас Визалий благодаря множеству вскрытий существенно исправил бытовавшее представление об анатомии человека. В то время подобная деятельность осуждалась церковью, потому Визалий чудом избежал преследования и инквизиции. Среди дальнейших работ выделяется систематизированное описание Табони. В XVIII появились знаменитые работы Д.Ж. Моргани, положившие начало патологоанатомическому методу изучения болезней, а затем и патологоанатомический атлас Эмбейли. Вскрытие приобрели особое значение для медицинской науки в XIX благодаря применению совершенствованных микроскопов и созданию R.Верховом теории клеточной патологии. С середины XIX века лучшие клиники начали запрашивать разрешение на вскрытие при всех случаях смерти. Цели и значения аутопсий Основная цель вскрытия – глубже изучить болезнь и производящие его патологоанатом решает тройную задачу. Он пытается обнаружить и описать любые отклонения от нормальной анатомии тела и различных органов и по возможности сопоставить эти отклонения, чтобы выяснить причинно-следственные отношения между ними. Далее, на основании анатомических изменений пытается объяснить наблюдавшиеся при жизни и функциональные сдвиги и, наконец, подтверждает или опровергает прижизненный клинический диагноз, устанавливая основную и непосредственную причину смерти. Также одной из задач патологоанатома является оценка эффективности и правильности проводимой при жизни больного терапии. Возможности, предоставляемые аутопсией для проверки точности диагноза и правильности проводившегося лечения болезни, имеют неоценимое значение для совершенствования врачебных знаний и навыков. Однако еще больше выигрывает при этом медицинская наука в целом, так как точная регистрация изменений, выявленных при тщательно проведенных исследованиях большого числа однотипных случаев позволяет глубже понять патологические процессы. Получаемые при этом сведения часто не имеют отношения к непосредственной причине смерти данного больного. Иногда то или иное обнаруживаемое и патологическое изменение совершенно несущественно для оценки причины смерти данного больного. Но при сравнении с аналогичными изменениями, выявляемыми в других случаях, оно может быть немаловажным для общего прогресса медицинских знаний. Например, многое в современных представлениях о гистологических особенностях течения и даже эпидемиологии туберкулеза легких базируется на результатах исследования легочной ткани людей, давно излечившихся от этого заболевания или страдающих неактивной его формой и умерших от совершенно иных причин. Законодательное регулирование. В разных странах существуют разные законы, но в целом в развитых странах, если нет сомнений в естественной причине смерти, вскрытие производится только с разрешения родственников умершего и только квалифицированным врачом, имеющим специальную подготовку в области патологической анатомии или судебной медицины. В Российской Федерации отмена вскрытия не допускается, при невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти и непосредственной причины смерти, вне зависимости от продолжительности пребывания больного в стационаре, при подозрении на передозировку или непереносимость лекарств или диагностических препаратов. В случаях смерти, связанных с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий во время или после операции переливания крови, в случаях смерти от инфекционного заболевания или подозрений на него. В случаях смерти от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли, в случаях смерти от заболевания, связанного с последствиями экологических катастроф, в случаях смерти беременных рожениц и родильниц, в случаях смерти, требующих судебно-медицинского исследования трупа. Судебно-медицинское исследование трупа проводится в случаях смерти от насильственных причин или подозрений на них от механических повреждений, отравлений, в том числе этиловым алкоголем, механической асфиксии, действия крайних температур, электричества, после искусственного аборта, произведенного вне лечебного учреждения, при неустановленности личности умершего, проведение аутопсии. Аутопсию производят по возможности в ближайшие сроки после смерти, чтобы различные посмертные изменения не мешали обнаружению истинной причины смерти, поскольку многие заболевания, равно как и насильственные действия, оставляют явные повреждения кожных покровов и поверхностных оболочек глаз. Нос и рта вначале производят очень тщательный наружный осмотр, затем труп вскрывает, проводя разрез так, чтобы в наибольшей степени обнажить внутренние органы и в то же время обеспечить возможность полного восстановления внешнего вида тела. Иными словами, на тех частях тела, которые обычно не закрыты одеждой, не остается никаких следов вскрытия, а череп, если надо, вскрывается выше границы волосистой части головы, при вскрытии брюшной и грудной полости осматривают их содержимое и взаиморасположение органов, затем либо вместе, либо по отдельности вынимают различные органы и подробно исследуют их. Тщательная аутопсия предполагает не только осмотр невооруженным глазом, но и микроскопическое исследование гистологических препаратов органов и тканей. Окончательный диагноз всегда основывается на данных микроскопии. Изучение судебной медицины и патологической анатомии тесно связано с проведением вскрытий трупов. Обычно в начале учебной программы предусмотрено проведение одного-двух показательных вскрытий и лишь затем самостоятельных. Существуют также специальные учебные видеофильмы показательного вскрытия трупа отношения общества к аутопсии. Даже в новое время аутопсия встречала сопротивление преимущественно со стороны малообразованной части общества. Такое отношение основано на суевериях или заблуждениях, поскольку ни одна из крупных религий не налагает абсолютного запрета на посмертные исследования. Теофил Бонни в 1679, формулируя причину неприходящего интереса мыслящих врачей к аутопсии, писал. В то же время сторонники креоники, как правило, не поддерживают вскрытие, так как нарушение целостности кровеносной системы делает невозможным проведение перфузии, также потому, что при вскрытии повреждается головной мозг умершего. Продолжение следует...